13 глава Матфея, притча. И другую притчу предложил он, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеющему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились плевелы. Придя же рабы домовладыки, сказали ему, «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Врат, человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы, пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет». Чтобы выбирать плевелы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, «Соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу мою». И дальше говорил Христос в притче, но к нему именно по поводу этой притчи подошли ученики, чтобы он истолковал. И он толкует, «Сеющее доброе семя сын человеческий», то есть Христос. «Поле есть мир, доброе семя сыны царствия, а плевелы сыны лукавого. Враг, посевший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. «Пошлет сын человеческий ангела своих, и соберут из царства его все соблазны и делающие беззакония, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их, кто имеет уши, слышит да слышит». Вот такая притча, и вот праздник жатвы, он очень много тем вбирает в себя. Мы решили праздник жатвы делать даже не одно воскресенье, потому что не входят темы жатвенные. Следующее воскресенье будет продолжение, мы решили. И вот тем много о плодах духовных, что за плод сегодня вообще, конкретно не разбирали, конкретно какой плод там, Гала там написана, очень интересная тема. Вот, о делателях, да, и много вот разных таких тем, связанных с жатвой. И вот как уже мы слышали, вот этот текст «Жатва есть кончина века», это тоже, значит, одна из тем жатвенная. То есть, вот Христос привел притчу, да, и она касается кончины века. То есть, есть жатва такая личная, да, вот человек, значит, умирает, это как жатва получается, да, вот это итог его жизни. Что он посеял, что пожал, что Бог пожнет в этом человеке. Вот, есть жатва, как вот мы пели, да, что это вот, значит, ну, как бы Нива, да, работы, вот с акцентом работы. Вот, что труд, срочный труд, надо идти к людям, спасать людей, вот, благовествовать. Вот, а это вот жатва, кончина века. Вот, значит, человечество, там спор сколько тысяч лет людям, да, вот, и вот будет жатва. Вот, когда-то придет время, вот оно наступает, и это, кто знает Писание, это ощущает, что оно приближается, что будет, ну, закончится вот это мироустройство, и настанет другое мироустройство. И даже сказано же так, что земля, и все дела на ней сгорят, вот так, что сначала первый мир Бог потопил потопом, да, из воды создал, из воды и водою, да, и потом был потоп, земля обновилась, и исчезли грешные люди с их грехами, осталась только одна семья, вот, и вот мы все уже потомки, да, ноя получается, да, вот, новое, как бы, вот, мироустройство, после, до потопа на мир, после потопа на мир. А теперь вот следующее будет мироустройство, после того, как написано земля, и все дела на ней сгорят. Вот так вот строгий такой текст, вот, что некоторые его так воспринимают и пренебрежительно к земле относятся, да, вот, что все равно-то тут все сгорит. Вот, но мы вот в прошлом собрании говорили, что Христос примирил земное и небесное. Земля, небо, все это взаимосвязано, и земная жизнь помогает нам освоить небесную, будущую жизнь, уже здесь на земле, вот, но так будет написано, да, что земля и все дела на ней сгорят, это, скорее всего, будет опять обновление земли, совершенно новый мир будет, сказано, что будет новая земля и новое небо. Вот, и вот такие важные, важные, актуальные темы, особенно сейчас, когда все быстро изменяется в мире, и природа, и в политике, и, значит, как сказать, в моральном состоянии людей все быстро меняется в худшую сторону. Поэтому вот эта притча очень актуальная о жатве, как, ну, конце мира, вот, конец мира будет, конец, кончина века написана, жатва, жатва будет. И вот, интересно, значит, где еще сказано, чтобы понять вот эту тему, нужно посмотреть, где еще сказано вот о этой последней жатве. Кто знает, где еще сказано о последней жатве? В Откровении, да? В Откровении, в Апокалипсисе написано о последней жатве. Значит, ну, таким образным очень языком написано, вот, фактически то, что Христос сказал, сказал в этой притче. И услышал я голос с неба, 14 глава, говорящий мне, напиши отныне блаженный, мертвый, умирающий в Господе. Ей говорит дух, а они успокоятся от трудов своих, и дела их идут след за ними. И взглянул я, и вот светлое облако. На облаке сидит подобный сыну человеческому. Даже термин тоже, сын человеческий, да? Помните, да, в притче? Сын человеческий поселил. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. Пусти серп твой, и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. Смотрите, ангел, да, там ангелы, да? Помните, да. Не трогайте, ангелы это сделают. Не мы должны выводить, кто плевел, кто, значит, пшеница, кто от Бога, кто не от Бога. А будут ангелы для этого посланы. И вот тут как раз про это. Ангел, да, вот. И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящийся на небе, также с острым серпом. Вот смотрите, первое положительное жатва. Вот жатва, да, это сыны Божии пожаты. То есть люди, уверовавшие, поклоняющиеся Богу, приносящие ему духовные плоды. И пожата земля в последние дни. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. Иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, пусти острый серп твой и обрежь гроздь для винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. Истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь, и сточила даже до уст конских на 1600 стадий. То есть вот такой суд, да, и здесь написано, это был ангел, имеющий власть над огнем. То есть перекликается, да, что вот суд над нечестивыми. Ну, это очень такой образный язык, хотя понятно, да, что это суд, вот праведники, вот нечестивые. Вот, и поскольку мы вот приближаемся к этому финалу этого мироустройства, ну, нам интересно больше знать об этом. Вот, и где еще, вот как кто-то может сообразить, да, где еще в Писании, ну, вот что-то такое подобное уже было. С вот этой, то есть, жатвой, да, с вот этим судом Божиим, да, где есть спасение и есть суд, и связано с огнем. Содом, да, вот, все взаимосвязано, там ангелы, здесь ангелы, и в Содоме тоже пришли ангелы, да, перед судом, и сначала будет спасен мной, да, его семья, а потом суд. Все сходится, да, то есть вот в Писании, вот это все, значит, сказано там, сказано там, сказано там, нам назидание, чтобы мы, ну, правильно жили и правильно себя вели, вот, именно в преддверии судов. Понимаете, тема какая? В преддверии суда, как правильно вести. И вот это описывается в связи, значит, наказанием Содома, вот этой катастрофой, которая произошла в Содоме. Сейчас это область Мертвого моря, да, все эти города потоплены. И там сейчас кто-то уже там раскопки собрался делать, значит, вот такая, значит, исторический факт был, что были города цветущие, да, ну, как сказано в Писании, почему Лот выбрал эту долину, она как рай Божий, да, там все орошалось, все цвело, и это было, эти города были очень богатые, развитая торговля, и, ну, как, где богатство, там роскошь, где роскошь, там плотские утехи. И вот эти плотские утехи дошли до предела, ну, расчеловечивания, когда Содомский грех, значит, завладел вот этими жителями, написано так, «И сказал Господь, вопль Содомский и Гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них, восходящий ко мне или нет, узнаю». Вот, вопль Содомский и Гоморский, вот интересно, что, вот я почитал в церковно-славянском, как там лучше понятно, что не на них вопль, а вот вопль от Содома идет, вопль от этой земли идет, и достигает небес, и уже там, как это там, нам трудно представить, что в каких-то высших сферах уже этот вопль достиг каких-то высших небесных сфер. До такой степени, значит, вот «грех их велик» написано, «грех их велик». Вот, и сказано, значит, вот этим ангелам, чтобы они прекратили этот вопль. То есть, есть вопль, ну, человек вопит, да, услышал вопль мой, да, тоже вопль, вот достигает, ну, такая сила, сила, значит, молитвы, да, возопил человек. Вот я знаю одну женщину, вот всю жизнь что-то, ну, у нее не получалось, и она говорит, я возопила, возопила, и Бог вот изменил ее, вот внутреннее состояние, изменил ее, вот возопила. А здесь вот «земля вопит». Вот помните, как написано после убийства Авеля, да, как там написано? Кровь от земли, значит, вопиет, вопиет, понимаете. Вот интересно, что человек, Бог человека связался вот крепко-крепко-крепко с землей, вот. Землю создал для человека, и земли человека создал, и возделывать землю, и в землю возвратимся, если, значит, не доживем до пришествия Христова, вот. И земля, она, как бы, вот, ну, до такой степени связана, что она сильно реагирует на духовное состояние тех, кто на ней живет. Вот так вот написано, «Не оскверняй себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогнал от тебя. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконию, и свергнулась земля с себя, живущих на ней». Земля свергнула с себя. Чтобы и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как свергнула она народы, бывшие прежде нее. Вот. И дальше. «Уставы все мои соблюдайте, и все законы мои исполняйте, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас». Вот так вот Бог связал с землей, да, что она сама, вот, как Божий, как бы, слуга, да, вот, как-то она реагирует, и вопиет, и даже свергает. Ну, что произошло там? Сейчас уже подробно могут описать, что там в Содоме произошло. Там же это тектонический разлом, да, и вот там все это поднялось, и с земли все, все этот огонь, сера, и на них, значит, как дождь выпала. Земля, вот так прореагировала, ужасный грех. Вопила, а потом, значит, поглотила их. Такая вот связь с землей. Вот. То есть грехи, убийства, вот, почему вопиет? Одного брата убил, да, и земля вопиет. Вот. И мы живем среди народа, который убивает своих детей. И молча, никто не защищает их, нет никаких движений, демонстраций, ничего не происходит. Молчание. А кровь вопиет. Мы живем на такой земле, где, значит, это называется в Писании служение молоку. Значит, молок, такой, значит, такой идол с большим ртом. Вот. Там разжигали внутри, внутри, значит, огонь, да, и детей кидали туда, в жертву этому молоку. Вот. И сейчас это происходит, вот, вот такие трубы, значит, вот в этих там крематорий, рядом с больницами, где сжигаются убиенные дети. Прямо вот среди нас, вот, земля осквернена. И как вы думаете, вопиет она или нет? Вопиет, поэтому мы, значит, находимся в опасном состоянии. Мы находимся подобно Содому, когда грех вопиет. Вопиет, значит, от земли. Земля, вернее, вопиет от греха. От изобилия греха. Поэтому эта тема очень актуальна. Дело в том, что вот такие вещи, когда они начинались только, да, какие-то грубые грехи, когда только начинаются, ну, оно, человек реагирует, ну, где-то кто-то ругается, кто-то кричит, кто-то, значит, слиться, кто-то за голову хватается. Потом это происходит, такая привычка, такая, знаете, как бы, ну, как, притупляется все. Притупляется, и грех нарастает, нарастает, а сердце все больше, больше к этому притупляется и привыкает. Так же, как к Содомскому греху, когда, помните, мы подписывали против Содомского греха, вот, чтобы не принимали законы, они уже приняты, вот, уже эти парады происходят, и уже в Израиле, кстати, самые мощные парады происходят, вот, который назван духовно, в Писании духовно назван Содомом и Египтом. То есть Содом, это там, где легализован грех. Грех, ужасный грех легализован. Не то, что он происходит где-то там, тайно, а где он легализован. Поэтому вот эта ситуация, что вот этот случай с Содомом, да, он оказывается очень актуален для нас. И как в Содоме, получается, остались люди на гибель, причем эти люди, ну, вообще, они никакого знака-то не получали, да, никто к ним не приходил. Вот, ангелы пришли, они хотели над ними надругаться, над этими ангелами. Вот, тоже, видите, ангелы перед Содом. И я хочу, вот, чтобы мы уловили, вот, из этой, значит, ситуации, какое настроение, ну, как сказать, поведение должно характеризовать спасаемых людей. Спасаемых. Вот Содом, да, вот грядет суд, да, Авраам молится за Содом, да, он, значит, в курсе, он начинает молиться, выпрашивать у Бога пощады, городу, за язычников, не только за, ну, за своих родственников, да. Вот приходят ангелы, значит, в этот город. И вот, какие события происходят, нам очень полезно будет, потому что мы вот в преддверии судов. И пришли те ангелы в Содом, вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. То есть Лот был, ну, типа, что это, ворота, это типа горсовета, вот, по-нашему, как бы депутат он был. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, поклонился лицом до земли. Значит, то есть Лот, значит, ученик Авраама, да, он, значит, узнал, что-то почувствовал, да, и поклонился до земли. И сказал, гостадари мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой. Вот. Но они сказали, нет, мы ночуем на улице. Вот это вот такое, он же сильно упрашивал их. И они пошли к нему и пришли в дом тот. Значит, ну тут, значит, вот наш перевод синодальный, он очень такой мягкий, благородный, возвышенный. И вот тут так вот, ну, если взять древнееврейские слова, да, вот, он написано сильно упрашивал, ну, сильно упрашивал очень-очень мягко. Ну, если взять это слово, оно как бы чуть, он их чуть не затащил домой. Вот так, понимаете? Он сильно-сильно настаивал. Вот, понимаете, поведение того человека, который будет споёв. Вот, всё, настойчивость. Не настойчивость. Ну, спасённый, ну, вот, сидел-сидел кто-то раз, меня испазли. Нет. Настойчивость, подчёркивается. Вот такая вот, как, действенность такая. Потом гостеприимность. Вот, ну, кажется, ну что там гостеприимность? А, знаете, Иоанн Златоуст, интересно, у него есть это, толкование на этот отрывок. Он говорит, смотрите, друзья, даже городской человек и гостеприимство проявил. Чувствуете, в чём дело? Что городской человек точно не такой гостеприимный. У городского места мало, и вообще людей много. Всё это, значит, ну, уходит. И ещё Иоанн Златоуст в то время говорил, вот смотрите, городской, а он гостеприимство проявил. Так что, типа, ребята, хоть вы и городские, вы можете это проявить. Вот так, представляете, ещё в те времена, вот так сильно, ну, вот, видели люди, что сельский человек и городской, огромная разница. И вот ещё там, Златоуст там в 4 веке написал, смотрите, вот гостеприимство. Даже в городе проявил гостеприимство. Да ещё какое. Вот, и упрашивал их, да, или как вот это, ну, это, сильно настаивал, можно перевести, сильно настаивал. Вот. Смотрите, а как они повели себя? Ангелы, да? А они эту настойчивость, как сказать? Ну, помогли ему провести, да? Помните, как Христос сказал вот этой хананьянке, да? Да, идёт и молчит. Он помог ей, вот, проявить вот эту настойчивость, да? Вот. Так и они. Не, мы, говорит, на дворе будем ночевать. И помогли ему вот это проявить. Вот. Так что будем проверять себя. Ну, что, пойдём вот это благовестствовать. Ну, не знаю. Вот. Значит, как мы реагируем? Насколько мы настойчивые, активные? Вот. И вот сделал им угощение, испёк пресный хлеб, когда они ели. Ещё не легли они спать, как городские жители, садомляне, от молодого до старого. Весь народ со всех концов города окружили дом. Знаете, вот обострение такое, да? То есть человек живёт, а вокруг, ну, как сказать, довольно сложная ситуация. Вот. И написано, от старых до молодых, да? То есть все. То есть старые. То есть кто в город сидел? Там сидели старцы. И они пришли. Депутаты тоже пришли. Вот. И что они делают? Вот. Все окружили дом и вызывали золото и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам. Мы познаем их. Вот вышел к ним ко входу. Смелость такая, да? Он к ним выходит и закрывает дверь. Смелость. Храбрость такая. И сказал, братья мои, не делайте зла. Представляете, вот такой смелый человек, обычно он может быть грубым, правда? А он им кротко говорит, братья мои, вот этим вот взвесившимся, вот этим людям. Вот. И что они делают? На его кротость. И дальше, значит, события. Они начали его осуждать. Вот. И тут тоже. И очень приступали к человеку сему. Ну, очень приступали, тоже мягкое, мягкое, значит, выражение, что, ну, вот, ну, в Сарославянском насильствовали, то есть они там, ну, как вот я говорю, там и старцы были, тоже депутаты к депутату пришли. И нам уже знакомы эти драки, да, в Верховном Совете нашем, да, и мы уже смеемся, правда? Мы сначала ужасались, и весь мир ужасался, а теперь мы смеемся, как, ну, для нас это смешно уже, потому что это привычно. Из детьевья тоже, вспомните, ну, думали, что шутка это, что сейчас Бог покарает их город. То есть мы в похожей ситуации, братья и сестры, что вот до такой степени, значит, оскверняется мир, что даже выбранные люди, да, они позволяют себе такое. Цвет общества так, нами выбранные. Вот. То есть это актуально для нашей, для нашей земли. И пошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужики, ангели, простерли руки свои и ввели лота себе в дом. Ну, простерли руки тоже, знаете, вот славянские такой мягкие, вот, персты там это, простер, да. На самом деле они, ну, можно сказать, заволокли его, схватили и затащили в дверь. Понимаете, я к чему это все подчеркиваю, что спасение, оно связано вот с таким обострением, понимаете, с обострением. Обостренная ситуация. Вот чувствуем мы ее или нет, вот эту обостренную ситуацию, и как нас Бог спасает. Вот. Ну, дальше, значит, сокращаю. Мы истребим место с ее, потому что велик вопль. Вот. И Господь послал нас истребить его. Вот. И потом с эти и я не послушались, подумали, что это шутка, потому что юмор был развит в Содоме. Очень развит. Вот сейчас вот сколько этих, ну, как они называются, смешные ролики, как они называются. Приколы, да. И люди смотрят, смотрят, но такого никогда не было, чтобы столько там, тот ударили, того облили, того пнули, понимаете. И люди с удовольствием это смотрят. Это Содом. Содом, что люди так много смотрят, и для них шутка, кого-то бьют, кого-то плюнули, еще что-то. Вот. Значит, подумали, что шутит и не послушали его. Вот. Для них и это смешно, понимаете. О, покарает там, Бог там сожгет. Вот. Когда зашла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. И как он медлил, то мужики, по милости к нему Господней, взяли за руки его и жену и двух дочерей, и вывели его, и поставили вне города. Вот, представляете, ангел двоих ведет мужа и жену, другой ангел ведет, значит, дочку и дочку. Вот так, представляете, вот как Бог помогает спастись праведника, который, написано, он мучился, вот в сердце ежедневно мучился, значит, вот этим окружающим грехом. Вот. То есть, Бог сначала спасает, а потом, значит, судит. И дальше написано, когда вывели вон, то спасай душу свою. Вот в церковном славянском, знаете, как написано? Спасая, спасай. Спасая, спасай. То есть, ну, уже в курсе, да, что когда два однокоренных слова, это как бы, вот сейчас сущность твоя должна спасать, спасаться и спасать. Вот. Вот, ну вот, может, почувствовали, да, какое там вот такое, знаете, движение, такое острое, да, и Бог ждет вот такой решительности, настойчивости, смелости, действия, да. Спасаться, это, ну, одно дело, но эволюционировать как-то вот так спокойно и дороже до чего-то, а спасаться, это, знаете, это что-то другое. Господь напоминает нам вот этой притчей, что мы живем в преддверии конца. Жатва, жатва, наши плоды Бог будет собирать, будет собирать в начале праведника. И мы давайте в заключении споем песню о спасенных праведниках в 671. Слушай и назидайся.